Далорес лично, в связи с тем, что она сделала для России и в целом для парикмахеров всего мира. Россия, безусловно, сейчас абсолютный лидер. Мы формируем моду в парикмахерском искусстве. Мы многократные чемпионы мира. И вдвойне приятно, что это сделано было за короткий срок, благодаря и творчеству Далорес, и ее воле, и желанию, и пониманию, как это сделать. И так, спустя полвека, мировая элита моды, скептически относящаяся к достижениям нашей страны в этой области, вынуждена была признать за Россией право принять очередной 31-й чемпионат мира по парикмахерскому искусству. Борьба за проведение подобных мероприятий не случайна. Состязания парикмахеров мало чем отличаются от Олимпийских игр. Более 70 стран-участниц, неделя красочных шоу, конкурсов, показов, огромное количество туристов, бизнесменов, дизайнеров и руководителей модных домов. Поэтому интриг вокруг голосования много. Россия выиграла право провести очередной чемпионат с перевесом в один голос. И в июне 2006-го в Москве, и не где-нибудь, а в Кремле, прошел 31-й чемпионат мира по парикмахерскому искусству. И снова мы победили. Все ликовали в тот день. Коллеги Долорес, ее ученики, и, конечно же, она сама. Но лишь один человек знал, сколько лет терпения и сил потребовалось его любимой женщине, чтобы реализовать свою мечту. Она в эту профессию внесла, знаете, я бы сказал, интеллигентность. Поскольку она пришла в эту профессию, ну что греха таит, сверху вниз. Потому что в то время парикмахерша, парикмахер, это были люди. Ну, такая сфера обслуживания вообще вся считалась, как бы, для, ну, людей образованных второй сорт. И я надолго скрывала. И когда она пришла в нашу семью, то она и с моим друзьям, конечно, мне говорили, вот нашел парикмахершу. Муж Долорес, Иосиф Гольдман, довольно известный среди творческих людей человек. Когда-то он писал сценарии для популярного кабачка «Тринадцать стульев». Был автором некоторых телевизионных программ и снимал документальное кино. Кстати говоря, кино он продолжает снимать. И его фильмы регулярно удостаиваются призов на международных кинофестивалях. А познакомились они с Долорес в городе Сочи в конце 60-х. Она, как лучший уже тогда советский парикмахер, приехала провести для своих коллег семинар. А Иосиф снимал на Черноморском курорте очередное кино. Долорес сразу обратил на него внимание. Вокруг Иосифа всегда было много женщин. Куда он? Туда и они. Он что-то рассказывал, а они внимали каждому его слову. Я тоже пошла и молча смотрела и слушала его. На конец сундук. Я думала, что он меня не заметит. Но он меня заметит. Я сказала, слушай, почему ты за мной ходишь? Ты что, меня любишь? Я сказала, а говорить я не могла. Я только могла кивать. Потому что он мне так нравился безумно. Мне горло шватывало. Она же не в моем вкусе совсем. Я люблю, ну, люблю. Мне нравились женщины совершенно другого типа и другого характера. Я восточного типа женщин. Очень к ним хорошо отношусь, но интереса к ним большого. Как к партнерам для жизни не проявлял. Не знаю, как это она такая забавная была. Веселая. Она же очень веселая. Мне удалось как-то ему ссунуть свой телефон. Но я была уверена, что он мне не позвонит. А в Москве вдруг он позвонил. Отношения завязались. Но жениться Иосиф на Долорес не собирался. Во-первых, ему и так было неплохо. А во-вторых, ну уж слишком. Из разных они были миров. И когда в очередной раз Иосиф поиронизировал по поводу профессии Долорес, она про себя сказала, ну, я тебе покажу. И стала утверждаться в глазах своего любимого. Победы, награды, статьи в газетах, лаборатория, дом прически, академия и так далее. Наконец, спустя 25 лет после знакомства, они расписались, отпраздновав одновременно серебряную свадьбу. Более того, вот уже долгие годы Иосиф – самый надежный партнер Долорес в огромной империи красоты, которую она и создала во многом благодаря ему. Жизнь ее – это ее дело, конечно. И она настолько трудолюбива. И относится к нему, я бы сказал, с какой-то фанатизмом, с страстью. И от этого зависит многое и в наших взаимоотношениях. То, что она меня заставила заниматься своими делами, ну, я еще и своими немножко занимаюсь, так эта маленькая у меня островука осталась, но это только вот из-за ее дикого, твердого, упорного характера. Она все подчиняет вот своей цели. Цели, а цель у нее в общем, если так говорить глубоко, цель в конечном итоге – красота. Безусловно, ее жизнь – вся красота. Вообще она любит все красивое. Она любит приходить в салон, чтобы мы все были красивые, чтобы мы все сияли, я не знаю, в лучезарных улыбках, чтобы мы были красиво одеты, чтобы мы были красиво причесаны. И мы стараемся это делать. Почему? Потому что мы, конечно, безгранично вообще очень любим Долорес. Для кого-то, может быть, это выглядит как культ личности. Для нас это путеводная звезда. Все, что о ней говорили мои коллеги и будут говорить, это чистая правда, это слова от сердца, это искренне. Такого с профессиональной точки зрения мастера и такой талант мало-мало встретишь. Ну, нет, наверное, не повторяется. Если она говорит хорошо, это значит, это просто супер. Если она говорит, что это очень хорошо, просто выросают крылья и хочется творить, как бы получается все сводится к тому, что мы ловим себя на мысли, что мы все время ждем ее оценки. Кто бы нам что ни говорил, что бы нам ни говорили зрители, что бы мы сами как бы не видели, тем не менее мы практически по-герски, наверное, как-то это все воспринимаем и ждем. Что же скажет Долос? Для нас это самое главное. Знаете, вот есть мама, да, есть семья, есть учитель, учитель по жизни, которому ты благодарна за все буквально, за то, что она сделала из нас чемпионов, сделала из нас мастеров. И собрала вот именно, собрала вот в этом салоне из каждого города лучшего мастера и объединила в одну команду, которая побеждает сейчас на мировых конкурсах. Зачем вам, людям, состоявшимся в своей профессии, чемпионом перед чемпионом, нужны эти новые чемпионаты? Ну, эта дулочка вот нас научила брать все выше и выше высоты, и поэтому мы уже, наверное, не можем остановиться, нам хочется идти дальше. Вот, и благодаря ей у нас вот такое вот настроение, все время вот хочется участвовать, все время хочется бороться, выплеснуть свой адреналин, и все это благодаря ей. Хочется, наверное, стать вот как она. Мы все под Богом ходим, и не дай Бог что. Но, тем не менее, на сегодняшний день есть человек, кто подхватил бы эту эстафету и дальше точно так же, как она, это все продолжил. Не хочется об этом думать, даже как-то страшно. И хочу сказать, что, наверное, она относится к той категории людей, которых заменить нельзя. В ноябре 2006-го Долора Скандрашова отметила свой юбилей. И это был настоящий бал императрицы. Говорят, нет предела совершенству. Думаю, что это сказано и про нашу героиню, и про ее верного спутника. А еще говорят, что большой успех это правильно выбранный путь. Вы помните, с чего начинался путь нашей героини? По-моему, весьма поучительная история для тех женщин, кто намерен покорить сердце любимого мужчины. Вся жизнь моя была посвящена ему. Я очень рада, что... Я счастливый человек. У меня есть любимый человек и любимая работа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok